Сможете ли вы допеть песню из популярной телепередачи? Если ты смелый, ловкий, умелый Уверен, если вам в районе 30, как и мне, вы точно уже горланите джунгли тебя зовут А если вы помладше, то объясню Было на российском телевидении время, когда стареющие дядьки в пиджаках не пугали зрителей ядерным пеплом, третьей мировой войной, нацистами И не звали всех под ружьё и не называли предателями кумиров молодёжи Наоборот, эти самые кумиры появлялись в вечернем эфире на центральных каналах А я, как и все мои 30-летние сверстники, приходил домой после школы и смотрел по телеку не вопли Соловьёва, а диснеевские мультики и викторину «Звёздный час» Утром в выходные можно было попробовать позвонить Кузе, ну или сыграть с ним в компьютерную игру А в программе «Башни» на второй кнопке ставили песни группы «Сектор газа» А в 2000-м я и вовсе не отлипал от только что запущенного MTV «Россия» с их витриной западного москульта И, конечно же, всех этих программ вроде «12 злобных зрителей» Ну и, конечно, вы помните культовое шоу «Земля-воздух» на ТВ6 Куда же всё это подевалось? Почему детские и молодёжные программы почти одновременно пропали с российского телевидения? И как в этом замешан московский парк «Зарядье»? Давайте разбираться Меня зовут Павел Коныгин, и это формат «Разборы» на канале «Продолжение следует» Чтобы продолжать свою работу, нам очень нужна ваша поддержка Задонатить любую удобную для вас сумму вы можете по QR-коду на экране или по ссылкам в описании Ваши регулярные пожертвования помогают нам делать нашу работу и оставаться вместе с вами А быть вместе сейчас – это самое главное На телевидении есть такое понятие, как «прайм-тайм» Это период, когда телевизор включен у большего числа зрителей, чем в любое другое время дня Прайм-тайм бывает утренний, когда люди под телек собираются на работу И вечерний, когда зрители смотрят на экраны, придя домой В это время продаётся самая дорогая реклама, поэтому все телеканалы стараются ставить в прайм-тайм свои самые лучшие программы Чтобы собрать больший рейтинг, то есть собрать максимальное количество просмотров от зрителей Если вдруг последние лет 20 вы прожили в глухой тайге или, например, сознательно избегаете просмотра российского ТВ И не в курсе, что показывают по телевизору в России в прайм-тайм, то сейчас я вам расскажу Вот телепрограмма с сайта первого канала В шоу «Мужское и женское» провинциальные маргиналы бьют и матерят друг друга Потом с перерывом на новости два информационных канала про нацистов и загнивающую, конечно, Европу Ну и, наконец, контрольный выстрел. Программа куклы-наследника Тути Где Мария Бутина и прочие подобные эксперты в кавычках с важными лицами обсуждают А не ведьма ли Нэнси Пелоси, бывшая спикер парламента США Так что сегодня мы будем выметать из тёмных углов все секреты и грязные истории этой старой корги Но если покопаться на сайте первого канала, можно найти телепрограмму из параллельной реальности А точнее, из ноября 1999 года Что же там ставили в прайм-тайм? Сначала мультфильм «Вокруг света» за 8 из дней Ну а потом тележурнал для школьников «Классная компания» А также игра «Зов джунглей» и главная передача молодежи до 16 и старше Приход к власти Владимира Путина удивительным образом совпал с тем, что российское телевидение постепенно стало превращаться в комсомольскую методичку с элементами деревенской дискотеки С гопниками и переходом на личность Уже летом 2001 года после 17 лет в эфире была закрыта телепередача до 16 и старше Официальная версия была такая Программа изжила себя и была страшно далека от народа Так объясняло её закрытие Сергей Супонев Человек, который и придумал львиную долю детских передач в стране И был ведущим некоторых из них Но Супонев также был и топ-менеджером ОРТ тогдашнего Первого канала Так что просто не мог перечить решением начальства Грустный символизм ещё и в том, что в декабре того же года Супонев погиб, катаясь на снегоходе Вместе с ним умерло и молодёжное вещание на главном канале страны Но давайте разберёмся, а так ли далека от народа была эта закрытая программа До 16 и старше появилась в начале Перестройки И почти сразу стала суперпопулярной Потому что рассказывала не о пятилетке за три года И не о клятве пионеров, а о том, что реально волновала тогдашнюю молодёжь Вот, например, в выпуске от 1988 года Большое интервью с Виктором Цоем Ну а вот вы можете сейчас себе представить интервью С кумиром подростков на нынешнем Первом канале Не с певцом-шаманом, а с реальным кумиром Типа иноагента Фейсен, например Ну а вот более поздний пример Выпуск на очень щекотливую, но важную тему Рост национализма среди молодёжи Новые правые, молодые фашисты, согласны со своим названием Они симпатии относятся к Германии, но не собираются воссоздавать ни один из ранее существовавших порядков В общем, слухи о ненародности до 16 и старше были явно преувеличены Формат был настолько популярен, что на соседней кнопке В конце 90-х появилась похожая программа «Башня», которую одно время вёл даже нынешний генеральный директор канала «Спас» Истовый православный патриот Борис Харчевников Кстати, он далеко не единственный кумир миллионов подростков тех времён, сейчас обслуживающий власть Модный бунтовщик Иван Демидов, который в неизменных чёрных очках рулил программой «Муза-босс» Сначала отвечал за идеологию в «Единой России», ну а потом за кинематографию в Министерстве культуры А четыре года назад Иван Иванович Демидов и вовсе стал директором парка «Заряде» в центре Москвы Чтобы понять причины массового закрытия детских и молодёжных программ, надо вспомнить и историю В апреле 2001 года происходит силовой захват и, по сути, национализация НТВ «Газпром» пытается установить полный контроль над НТВ На сегодняшнем собрании акционеров, которые журналисты НТВ считают незаконным, был избран новый состав Совета директоров В основном из представителей «Газпрома», а затем объявлено о замене руководства телекомпании НТВ Самый популярный частный канал страны переходит под контроль государства Отныне его история делится на старые НТВ и новые НТВ Чуть позже главный государственный холдинг ВГТРК начинает масштабное сокращение Под нож идут почти все молодёжные и развлекательные редакции в региональных телекомпаниях Уволены сотни человек, а руководство холдинга, не стесняясь, говорит о причинах Мы не скрываем, что главной задачей региональных компаний сегодня остаётся информирование Поэтому ничего удивительного в том, что первоочередное внимание уделили информационному вещанию В программах «Весь регион» Короче говоря, страна встаёт на рельсы пропаганды А пропаганда с людьми не разговаривает Она указывает и информирует Зачем обсуждать в эфире современную музыку и кино, которые во многом формируют вкусы и взгляды человека? Зачем обсуждать контркультуру, любовь, секс, конфликт поколений, да тот же самый национализм наконец? Да и вообще, зачем говорить молодёжи на их языке, если главная задача молодёжи – это выстраиваться в очередь на запись юноармию? Это по логике власти Вторая причина закрытия молодёжного вещания – это финансы По закону о рекламе начала нулевых в детские телепередачи запрещено было вставлять рекламу То есть каналы не могли на них зарабатывать и сначала передвигали их потихонечку на неудобное время, а потом и вовсе убирали из эфиров Ничего личного, just business Причём в 2018 году рекламу в детское вещание вернули Но вернулись ли любимые телепередачи? Конечно, нет В ситуации, когда рынок диктует, что показывать, казалось бы, должно вмешиваться государство Ему ведь важно воспитание прирастающего поколения А значит, нужно и субсидировать убыточное детское вещание И действительно, в этом году Минцифры выделила почти 650 миллионов рублей для электронных СМИ На эти деньги, в частности, выпускаются и программы «Умники и умницы», а также «Спокойной ночи, малыши» 650 миллионов Это много или мало? Журналисты Moscow Times со ссылкой на Германский институт проблем международной безопасности Недавно посчитали, что Россия ежедневно тратит на войну с Украиной около 30 миллиардов рублей За эти деньги можно было бы год проспонсировать продакшн годовых сезонов, детских шоу и подростковых сериалов Современными сюжетами и ролевыми моделями Ну и другая причина, почему у нас нет молодежного телевидения Это, конечно, его моральная изношенность по сравнению с цифровым контентом Никто уже не будет смотреть телевидение, когда под рукой есть смартфон с доступом к любимому контенту Именно поэтому государство, поняв, что своими же руками провалило работу с целым поколением Вдруг спохватилось и начало искать виноватых И, конечно, нашло в лице загнивающего Запада и, конечно же, Ютуба Неспроста же такие сякие Навальные и Дудь собирают миллионы просмотров Хотя российские подростки явно больше хотят смотреть Дмитрия Гоблина Пучкова Просто госдепам не дает Помимо кнута, то есть обсуждаемой блокировки Ютуба Российские власти пытаются воспитывать молодежь и пряником То есть созданием всевозможных организаций Уже были и наши, и молодая гвардия, и новые инициативы Вот, пожалуйста, движение первых Это такая современная пионерия, которая по замыслу Владимира Путина Ежегодно будет получать из бюджета больше 21 миллиарда рублей И это, на секундочку, почти бюджет всего Ненецкого автономного округа В начале этого года стало известно, что правительство расщедрилось и выделило аж 38 миллиардов рублей на патриотическое воспитание молодежи И большую часть этой суммы освоит как раз движение тех самых первых Например, уже в марте там отчитались о создании своего телеканала Движ Правда, ни эфира, ни записи его программы мне найти так и не удалось Зато на официальном канале Движения первых в Рутюбе, конечно, уже целых 79 подписчиков Беда в том, что эти деньги опять улетят в никуда Общение власти с молодежью напоминает диалог душных дедов с ребенком-подростком Который их не слушает и не воспринимает Те, у кого есть дети, прекрасно знают, что один из базовых постулатов воспитания Умение быть другом своему ребенку, то есть партнером, которого уважают, а не боятся и ненавидят в душе Не раздавать команды и указания, а отговариваться Но в России месяцы не проходят, чтобы какой-нибудь там депутат или сенатор не заговорил опять о тлетворном влиянии Запада на молодежь И по тому необходимости усилить патриотическое воспитание с обязательным изучением молодой гвардии в школах Вот статья об одном таком обсуждении в Совфеде Вы только взгляните на лица его участников Там одни пенсионеры, и эти люди решают, как жить нынешним 20-летним Указывать, навязывать, диктовать и принуждать Эти грубые практики, укорененные в прежних советских поколениях, нынешние власти снова тащат и в новое время Когда отношения между людьми максимально гуманизировались Строить доверие, растить детей и молодежь в безопасной обстановке, уважении и принятии И учиться, конечно, чему-то самим Это совсем не то, на что способны властвующие нынче воинствующие деды Но кажется, они и сами это осознают И не от того ли, кстати, и уничтожили они за ненужностью весь молодежный контент Еще одно правило воспитания гласит Лучше всего воспитывать собственным примером Если папа весь день лежит на диване, уткнувшись в телефон, то странно требовать от сына спортивных успехов Кажется, тут пришло время очередной золотой цитаты от Владимира Соловьева Жопа вслед за ним, куча эстрадных дур, раскрывающие свои переколотые хавальники В защиту этих убогих По логике правильного воспитания, именно так российские тинейджеры и могут отвечать депутатам и экспертам Прочитающим, что это у нас молодежь такая агрессивная в стране Но раз мужик в телевизоре так ругается, значит и им можно Раз круглыми сутками с экранов орут, что нормально пустить на дно целую страну То что такого в том, что Петя в школе ударит слабого Васю? А эксперты пошумят про невоспитанную молодежь, да и пойдут смотреть сериалы про ментов Ведь все равно, кроме них и новостей смотреть по телеку больше нечем Конечно же, молодежное вещание уже вряд ли когда-нибудь вернется к жизни Но молодежный контент, субсидируемый государством, без всякого пропагандистского элемента И создаваемый, если не для телека, то для стриминговых платформ Он еще покажет себя, я об этом не сомневаюсь Помните этот выпуск? Я начал с цитаты песни из моего детства Хочется закончить еще одно Хочешь, не хочешь, днем или ночью чудо придет И я верю, что когда-нибудь наш телеконвейер очнется от гипноза Конечно, технологически это будет уже совсем другое ТВ А может и не ТВ вовсе Это и не важно Важно другое Чтобы однажды Россия оставила идею воспитать из наших детей агрессивных зомби И перестала бы их пичкать откровенно вредными видео с вопящими безумцами А стало бы стимулировать производство совсем другого контента Чтобы выступления Фейса из Криптонита или крутые отечественные сериалы Вроде сериала Sex Education от Нетфликса Наши дети смотрели не из-под тишка на пиратских сервисах А на доступных и популярных российских стриминговых платформах Дождемся ли когда-нибудь такого? Думаю, да Поэтому помните Продолжение следует Редактор субтитров А.Семкин